Здравствуйте! Это программа «Православный взгляд» и я, Наталья Балконская, расскажу вам самые интересные новости христианского мира. Турецкие власти переделали старинную византийскую церковь в мечеть. Церковь Святой Софии Айносской Константинопольского патриархата расположена в турецкой провинции Идирне. Построена она была еще в XII веке. В середине XV века завоеватель Константинополя османский султан Мехмед II превратил ее в мечеть. В середине XX века здание храма было разрушено в результате землетрясения и после этого в религиозных целях не использовалось. И вот спустя 56 лет после шестилетней реставрации церковь снова стала мечетью. Это уже четвертый храм Святой Софии, который был построен в качестве христианской церкви, но затем был преобразован в молитвенный дом мусульман. Другие три объекта расположены в Трапзоне, Изники и в Стамбуле. На церемонии открытия глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш отметил, цитирую, «Где бы мы не видели мечеть или минарет, мы счастливы». Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко решил сделать из своих золотых олимпийских медалей нательный крест. Такой необычный подарок спортсмен решил подарить своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко на день рождения в честь его 57-летия. Распятие изготовила российская ювелирная мастерская из Костромы, которая поделилась новостью со своими подписчиками в Инстаграм. Пост сразу стал настоящей сенсацией, вызвал бурное обсуждение и привлек внимание СМИ. Напомним, что 33-летний Василий Ломаченко завоевал золото на Олимпийских играх Пекин 2008 и Лондон 2012. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и завоевал титулы чемпиона мира в трех весовых категориях, но пока не достиг своей главной цели – звания абсолютного чемпиона мира. В США более 30 тысяч церквей используют так называемую «бигдата» – большие данные для привлечения людей в свои общины. Специализированные сервисы обрабатывают личную информацию человека на основе его онлайн-активности. Они определяют тех пользователей, которые максимально восприимчивы к религии. В компании Glow, которая специализируется на «бигдата», рассказывают, что предоставляют американским церквям большие объемы данных и аналитику для поиска и дальнейшей работы с людьми, которые открыты для религии или нуждаются в духовной помощи. По сути, это тот же механизм, которые используют крупные бренды, такие как Amazon, Google и Netflix, привлекая свою целевую аудиторию. Glow использует большие данные, чтобы помочь церквям найти людей, которые находятся в кризисной ситуации, испытывают проблемы в браке, страдают от депрессии или борются с наркозависимостью. Например, отчет, подготовленный компанией для одной из церквей Виссайда в сентябре этого года, показал, что 25% браков в радиусе 5 миль от церкви находятся на грани развода. Еще 26% людей подвергаются риску опиоидной зависимости, а в 3% домохозяйств были обнаружены тревожные или депрессивные люди. В церквях высоко оценивают эффективность работы с большими данными. Ведущий пастор Виссайда Рэнди Фрейзи отмечает, цитирую, «церковь стремится любой ценой пойти на поиски той заблудшей овцы, которая нуждается в помощи». Есть много людей, которые страдают от боли и изолированы. Если ты не придешь в церковь, церковь придет к тебе. Сериал о реальной жизни священника помог бы открыть тайны церковной жизни широкой публики. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиты Лорион в интервью на российском телеканале «Россия-24». Иерарх заметил, что такой сериал вызвал бы интерес в обществе, поскольку о жизни священнослужителей мало что известно. Также митрополит Лорион добавил, что готов принять участие в создании такого фильма. Цитирую, «Для многих жизнь церкви остается закрытой или даже табуированной темой, и многие совершенно не знают, чем живут священники, чем они занимаются. Но я, конечно, предпочел бы, чтобы сериал о жизни русской православной церкви касался не патриарха или членов священного синода, или вообще того, что называется официальной церковью, а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священника. Стриминговый сервис Netflix выпустил черную комедию о конце света «Не смотрите наверх». Фильмы сыграли такие звезды Голливуда, как Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Кейт Бланшетт. В основе сюжета сатирическая аллегория безразличия правительства, средств массовой информации и деятелей культуры к вопросам бережного отношения к планете. Герои фильма, ученые-астрономы, обнаруживают, что к Земле движется комета диаметром в 10 километров. Столкновение неизбежно, и примерно через 6 месяцев жизнь на планете Земля прекратится. Ученые сообщают о своей находке американскому президенту, но президент оказывается слишком поглощен предвыборными делами. Тогда астрономы пытаются найти поддержку в СМИ, но и там политические и экономические интересы берут верх над здравым смыслом и превращают информацию в поток бесконечных фейк-ньюс. В фильме наглядно показана главная проблема современности – всеобщее недоверие ко всему. Недоверие к властям, недоверие властей к ученым, неспособность ученых понятно рассказать о том, что они открыли. Неудивительно и то, что в фильме о конце света есть и разговоры о Боге. От стандартного использования веры властями в своих корыстных целях до трогательного момента совместной молитвы за обеденным столом в финале картины. Роль единственной истинно верующего христианина сыграл один из самых популярных молодых актеров Голливуда Тимоти Шаламе. Фильм «Не смотрите наверх» вошел в список 10 лучших фильмов 2021 года по мнению Национального Совета кинокритиков США и Американского института киноискусства и получил 4 номинации на вручение премии «Золотой глобус». Режиссер и сценарист фильма Эдам Маккей считает, что у человечества есть шанс на выживание. Главное – вовремя спохватиться. А на сегодня это все новости. Берегите себя и других!